День России, один из самых молодых праздников в нашей стране, отмечают с 1992 года. За это время он уже набрал популярность. Только в Краснодарском крае, по официальным данным, в 2015-м на гуляние вышли более 100 тысяч человек. В этот раз, 12 июня, ожидается еще больше. А перед выборами в Государственную Думу кто-то вполне может использовать время отдыха кубанцев в личных интересах, замечает губернатор. Несмотря на все это, праздник не должен быть испорчен. Предвыбодная риторика может быть разной, но она должна быть в правовом поле. Очень важно, в правовом поле. И не нарушать никаким образом ни Конституции Российской Федерации, ни законодательства Российской Федерации. Вот за это мы с вами отвечаем и за этим должны следить. Сегодня Краснодарский край один из самых безопасных регионов Российской Федерации. Но он такой, потому что здесь выстроена многоуровневая система безопасности. И коллеги главы муниципальных образований, у нас полная, с вами круговая, если хотите, ответственность. Круговая, плечом к плечу, вот за эту многоуровневую систему безопасности Краснодарского края. На совместном заседании оперативного штаба антитеррористической комиссии силовики докладывают, на время праздников переходят на повышенный режим готовности. Особое внимание местам массового скопления людей. В МЧС добавляют, проверили все зарегистрированные площадки для запуска фейерверков. Это 58 точек. В целом, за безопасностью в крае следить будут 6,5 тысяч спасателей. И если на краевом уровне исполнение решений антитеррористической комиссии тщательно отслеживается, то в некоторых районах дисциплина хромает. Так в Павловском должностные лица уже понесли наказание за то, что, внимание, не нашли у себя ни одного места массового пребывания людей. «Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами провели служебное разбирательство и принято решение об его увольнении. Уволен». Владимир Владимирович, вы как бы местный, понимаете, вы же ощущаете реальную жизнь. Ну почему мы живем только формулярами? Это же абсурд полный. Ну нельзя формулярами жить. Вы видите ситуацию изнутри. Вот это самое правильное видение. Самое правильное. А вы же эти формуляры, они пошли ошибочно, не поняли, протрактовали, не так и еще. Да вы первые должны не ждать, пока мы вам сверху что-то спустим. Решение антитеррористической комиссии на законодательном уровне обязательны к выполнению. Цена ошибки слишком велика. Коллеге очень важно, чтобы не было формального подхода. Решение, еще раз подчеркиваю, многотомные можем принимать, а реализации не будет никакой. Если не будет реализации, то нет смысла в этих многотомных решениях. Ошибка неисполнения решений, даже простого неисполнения, может быть очень дорогой. Все поручения АТК, оперативного штаба и Совета безопасности в том числе, я буду снимать с контроля только лично. Пока сам не подпишу лично своей рукой, что снято с контроля. Вот тогда-то оно снято с контроля. В системе безопасности не может быть слабых звеньев. В заключении говорит губернатор. В этом вопросе нельзя давать даже повода подумать, что отлаженный механизм работает не на 100%. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань 24, Краснодар.